Сорок шесть Сорок семь Сорок восемь Сорок шесть Летит самолет, гудит самолет Его отважно ведет пилот Тучи, как скалы, тучи, как пена Туча – засада, в тучах – измена Сердце поэта – взреви, как мотор Вскрели и забейся, забейся и взвейся Нет, не так. Песня поэтов! Реви, как мотор! Нет, не так. Зачем же песне реветь? Ну, задаешь. И сердцу незачем реветь. Оно стучать должно. Тик-так, тик-так. А я еще не могу сразу. Самое главное, я всегда дома придумываю. Ладно, хватит на сегодня. Пошли на пассажиров поглазей. О, благородные юные зрители, бесстрашные защитники домашних животных и лесных насаждений, я приветствую вас. Я расскажу вам историю, которая неизвестна, когда началась и, наверное, не скоро закончится. Но! Не торопитесь меяться. Не торопитесь меяться. По городе воровей оттубасил кошку и еще пообещал оторвать ей пошку. Трень-прень, дремь-день, сдвину шапку на векрень. Здравствуй, солнечная ночка, до свидания, лунный день. Вот корова пролетела прямо в теплые края. Ну, а мне какое дело? Ведь корова не моя. Трень-прень, дремь-день, сдвину шапку на векрень. Здравствуй, солнечная ночка, до свидания, лунный день. Под землею крот слепец строит мышкам глазки. Тут и песенки конец, не начало сказки. Трень-прень, дремь-день, сдвину шапку на векрень. Здравствуй, солнечная ночка, до свидания, лунный день. Ты дивись! Рыжая прилетела! Скажите, пожалуйста, а где багаж выдают? Я всё своё ношу с собой. У нас что? Своих мало! Мы вам подарим чайную розу, только скажите, где багаж выдают? Кофейная у вас включая... О, нет, только чайная. Я не выношу чайную розу, не уличные запчастности. Рыжая! Тихо! Может быть, она иностранная. Вы меня неправильно поняли по телефону. Иван Тарас, это была скромная шутка с моей стороны. Шути, голубая. Осторожно шути. В основном шути с подчинёнными. Понял. Простите, я всё-таки багаж выдаю. Пассажиров, полетающих рейсом 32-ым на Санкт-Петербург, просят пройти на посадку. Под крылом самолёта о чём это поёт? Зелёное море тайги. Ой, извините, Аркадий Матвеевич! Ха-ха-ха! Концерт без заявок! Раздела! Микрофон не выключен. Тайга под крылом ни о чём не поёт. И не похожа тайга на море. А скажите, пожалуйста, а на что похожа тайга? На тайгу, а море на море. И тайга не зелёная даже летом. Отодвинься, чего ты мне нос чесноком дышишь? Я вас понял. Тайга белая. Ты что, глупый? Ага, глупый. Дурак. Дурак? А вежливый. Тайга даже зимой не бывает белой. Тайга везде разная и всегда разноцветная. Зелёную тайгу, наверное, поэты придумали. Таким поэтам! Крой их, присаживай. Гармония линий, помноженная на скорость. Это про что? Это, понимаешь, формула красоты. Боба вывел. Чего не понимаешь? Тем не обладаешь. Нынче радость. Утром рано постричались два барана. Боба, не возникай. Скорость есть скорость. Линии есть линии. Они друг на друга не умножаются. А насчёт баранов запомни. Это же не буквально. Молодые кавалеры, такси подано. Сан-Кью? Нам на автобусе в самый раз. А, пардон, пардон. А вы откуда такая? Какая? В махах. Как иностранка. Иностранцы на себя хоть чёрта напяют. Как великом по городу бегать станут. Или шуба в жару. Она мне ничего не напялена. Шубу мне отец шил. Нерпу на шапку я сама подстрелила. Ну, ты даёшь. Пошли, Боба, пошли. А то черви сдохнут. Не, постоим. Врать получится. Это почему я вру? Я никогда не вру. Почему вы человека не знаете, а уже не хотите ему верить? Я гуся из винтовки бью в лёд. Еленя. Вот. Этого моржа я сама завалила. Один на один. Ну, я его из винтовки. Моржа. А ты записку прочти. Меткий выстрел Ольги Снежко удостоверяю. Начальник посёлка Олени. Могу спарить. Не из винтовки. Уявить грандомат резиновой жвачкой. Почему вы не верите? Пожалуйста, не верьте. Как мне проехать в город? На автобусе 41-м. Ну, нет. Если вы моржей бьёте, на самолётах летаете. Возьмите такси до самого дома. Ну, и возьму. Эй, такси! Такси! Возьмите меня! Возьмите её! Ну, рыжая, могу спарить. Как рыжий, так приходу обязательно. А ты развесил свои ослиные уши. Рыжая моржа убила. Удивись на всю жизнь. Девочку Ольгу Снежко у справочного бюро ожидает бабушка. Повторяю. Ишь, какая! Смотри на эту рыжую, да? Ну, пугало. Не нравится. Чучело малолись. Хорошая. Ишь, вырядилась. Ужас. Девочка в такой шубе. Это возбудительно. Из-за чего вы всё время дразнитесь, смеётесь? Взрослые, а хуже маленьких. Или вам делать нечего? Тогда собирайте листья. Зачем ты пинаешь их ногами? Это уже солнечный цвет. Ты что? Чё кто-то сама с собой трепишься? Понимаешь? Меня увезли отсюда, ещё совсем маленькой. А теперь я вернулась. Сейчас вдруг столько слов. Откуда взялись? Когда сама с собой разговариваешь, всегда получается очень складно. Правда? Ты не замечала? Вот рыжая. Чтобы я сама с собой разговаривала. Ой, держите меня. Я прыснула. Чего ты называешь меня рыжей? А какая же ты? Может, светло-каштановая? Сейчас всякая рыжая называет себя светло-каштановой. Тоже мне модный цвет. Даже учителя в рыжий цвет перекрашиваются. По-моему, цвет поганый. Когда я смотрю на рыжих, у меня во рту кисло делается. А при чём тут мои волосы? Давай познакомимся сначала. Меня Ольгой зовут. Рыжая, таки помалкивай. Ну, я тебе сейчас. Всего надо обидеть, мамочка! Извините, пожалуйста. Да. Можно вас спросить? Спрашиваю, девочка. Мы теперь не боимся вопросов. Мы теперь открыты для всех. Скажите, пожалуйста. Мои волосы и в самом деле такие противные. Тебе это очень важно? Ну, что ж, по-моему, немного растрёпанные. Я про цвет. Цвет? Приятный серый цвет. Что вы? Я рыжая. Рыжая? А! Извини, девочка. Я не различаю цветов. Я дальтоник. И вы никогда не видели рыжего цвета? Никогда. И эти листья кажутся вам тоже серыми? Да, они тоже серые. И вам не страшно? Страшно? Ха-ха-ха. Напротив. Мне кажется, нелепо им и нездоровым видеть всё в различном цвете. Мне кажется, что все неурядицы. И инфаркты происходят от пестроты. И эти люди тоже серые? Но если подняться наверх, то покажется, что это не люди, а булыжная мостовая. Так нельзя говорить, девочка. Люди это наше богатство. М-м. Ха-ха-ха. Скажите, пожалуйста, а где дом двенадцать? Вот этот. Темно-серый. Дорогие примочи! В музее беречен! Дорогие жирные! Купите червень! Купить червень! Купить вы нарвался? Адварь! Купить червень! КОРОВА! Очки нарвей! Простите, дайте бога. Простите. Брысь! Земля, слава богу! Самолете слова сказать некому. Все думают, что у меня бомба. А у меня бомба. Э-э-э, ты чего толкаешься, ты, козел? Орел-стервятник. Слушай, водила, я тебя очень прошу, переедь его вдоль или поперек. Или лучше выбрось его на полной скорости из машины. Я батя посадил. А тебе куда ехать, папаша? А куда надо ехать? Куда скажешь? Ему в крематорий, а, старикуля, тебе в крематорий. Ну, говори, говори, ты, плешь скрытая. О, благородные зрители, юные и взрослые! Будьте бдительны и осторожны! В нашем городе завелся хам. Вон он идет! Вон и вон! Величественный, как корабль! Наглый, как танк! Равнодушный, как трамвай! Берегитесь тени, похожие на него! И не торопитесь смеяться! Грав 항. Что случится? Руки вверх! Руки вверх! Что? Я же сказал, руки вверх! Сейчас. Ну, долго держать? Молчать! Мне же чертовски надоел твой голос. Вопросы здесь задавать буду я. Пол! Что? Пол, говорю, мужчина ты или женщина. А ты кто, дурак? Не люблю рыжих. Да мне твоя любовь и не нужна. До любви ты еще и не дорос. Ты сначала хоть научись уважать человека. Я уважаю людей за дело. А с тобой не моргну, рассчитаюсь. Согласна. Со мной уже давно пора рассчитаться. На, вяжи, арестовывай. Вяжи. Извинись за рыжую. Еще отчего? Отпусти, говорю, рыжая швабра. И за швабру. Ольга, ну отпусти Ольга. Мне сегодня еще играть на рояле. Откуда ты знаешь, что я Ольга? И где квартира 4? А там все равно никого нету. Твоя бабка уехала тебя встречать. Все время хвасталась. Оленька прилетает, Оленька прилетает. И ни разу не сказала, что Оленька рыжая. Рыжая внучка. Зачем ты такой злой? Отвратительный тип. Зачем ты так ненавидишь рыжих? Ненавижу и все. У меня свое мнение. Отдай рыгатку. Ты чего? У тебя глаза косят. Я ведь тебя не дразню. Ну и что? А я практиковался глаза в равные стороны разводить. А меня книжка по голове как трахнули. И я временно косой. Временно. А ты навсегда рыжая. Извинись за рыжую. Еще чего? Тсс. Что ты делаешь? Это же мои учебники. Ай! Попался! А что б людям жизнь не мешал? Отпустите! Ай! Вот я сейчас тебя овейником. Сейчас тебя поймаю. Все уши огорну. Вот поэтому великих худокантов теперь нету. Ишь ты какой. Что они с концаоши отрывали. Ничего. От рыжих и от дворников бред народу. Рыжая! Ты зачем к нам приехала? Ай! Не попала! Не попала! Возила! А зачем он дразнится? Что я ему сделала? Ах! А ты наплюй. Он дразнит, а ты как будто не слышишь. Давай собирай скорее. Вам легко говорить. Вас не дразнят. А меня все. Кому не лень. Даже когда крошечная была, и то не стеснялись. Даже когда похвалить хотят. Или приласкать. Так не говорят молодец или хорошее. А только морковочка под Осиновичем. У меня уже никакого терпения нет. Я наверное кого-нибудь ублю. Схвачу кирпич и кокну. Господи, помилуй. Да они первые схватят тебя же и кокнут. Ты их лучше словом. Он тебе рыжая, а ты ему сам блондин. Поняла? Ой. Слушай, а может этот Аркашка в тебя влюбился? У нас во дворе ни единой девчонки нет. Меня не влюбляются. Я рыжая. Рыжая, я рыжая, я рыжая. И чего зато потом отбоя не будет? Ты сам блондин. Ой. Как ты с такой тяжестью управляешься? Ладно, пойдем. Ваши ключи у меня. Блондин. Ну вот, давай садись. На. Спасибо. Дожидайся ее. А клаше скажешь, это я тебя запустила, Даша. Ну для твоего возраста, тетя Даша. А ключи у меня мало ли. Вот не выходит твоей бабушке день, не выходит два. Я прибегаю к ней. Почему не выходит? А вдруг запрокинулась. Жизнь сейчас самая, знаешь, какая бешеная. Все грохочет. Ай, мы наш, мы новыми разрушим. На основаниях. Оп, хотим. А закуска соблазнительная. Ладно, дожидайся в уюте. Аркашка! Аркадий! Я тут. Аркашка, ты здоров? Угу. Тогда излагай свои отношения к рыжим. Дядя Шува, бабушка считает, что в нашем дворе спокойнее, когда вы на работе. Особенно, когда на гастролях. Бабушке привет. Так как ты относишься к рыжим? Дядя Шува, бабушка говорит, что хорошо бы вам ожениться. Вы, наверное, питаете сухомятку. Угу. А она крючками торгует и блёсными. Ничего, метелка. Что? Что, что? Дядя Шува, я не подглядывал. Я случайно узнал. Вся из себя фуферистая. Что ты сказал? Дядя Шува, отпустите ухо. А? Вы же сами музыкант. Мне полонет разучивать, а Гинского его без ушей не разучишь. Дядя Шува, а что такое блондин? Поговорка. Про одного говорят светлая голова, про другого блондин. Ну, рыжая. И я этих рыжих разоблачу. Я хочу извиниться. Может быть, некоторые высокочтимые зрители сомнятся в моем рассказе. Скажут, мол, рыжая девочка, частный случай. Но я извиняюсь, нам придется продолжить о рыжей девочке. Хотя, конечно, это частный случай. Но ведь каждый из нас частный случай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, привет, Гав! И Чипа тут! И Незнайков, ты совсем не вырос. Посмотрите-ка, что я умею. А бабушка в горе. Бабушка плачет. Бабушка плачет, бабушка чуть с ума не сошла. Даже по радио розыск объявляла. А я тут. Можно я тебя поцелую? Лученька моя, девочка красная моя. Солнышко, как ты без бабушки-то там жила? Скучала. Маленькая моя, милая, предупреждала я свою дочку, не выходи замуж за этого. И волоси у тебя вроде потемнее были. Такие же. Маленькая моя, ну как эта крохотная девочка? Сосунка немыслищего угнать, куда Макар телят не гонял. Предупреждала я свою дочку, говорила. А выросла-то как? А изменилась. Господи, что это? Мазоли. Это мы с папкой дрова перили. Родители твои без мозгов, мазурики. Ну как девчонку одну в самолете отправить? А если бы его в Турцию угнали? Тебя в отурки никогда обратно не вернули. Для нигде турков такая красавица сущий клад. Смейся. Сейчас у отца нахалка. Смейся над бабушкой, смейся. За что ты так не любишь отца? А за что, за что? А за то, что куром на смех. С ним на улицу-то неловко выйти. Фу ты какой рожей. Бабушка. А я не про тебя, девочка. Ты девочка не виноватая. А он мужик. Фу ты, урод. Что дочка моя в нем нашла? Олечка, ты голодная. Садись, моя девочка. Я сейчас тебе вкусненькая. Вот тут ветчинка хорошая. Ты жиром не ешь, жиром пускай гости едят. Садись. Ой, что это? Это гостиница от папы и мамы. Ой, спасибо. Ой, ну-ка, помоги-ка. Ой, ну надо же, икра. А это что? А это вертушка спортивная. Я тебе еще в позатом году купила, а ты не приехала. А я ждала. А я тогда заболела. А, да что вы, это зала, это зала. Аркашку за рояль усадили, сейчас Маша придет. Ой, ты с ней о чем-нибудь научном поговори. Заходи, подруга. Заходи. Заходи, подруга. Захожу, подруга, захожу. Так, расстроилась, ты знаешь. Каждый день приступ. Ну, каждый день приступ. Здравствуйте. Ну, ты знаешь, Аркадий мой, ну, просто, ну, не по годам развивается. Ну, не по годам. Подходит Соня ко мне, говорит. Это, бабушка, а что люди чувствуют, когда влюбляются? А, а ты ему что? Ну, что, за ухо и края. Сейчас все будете в развитии пошли. Головастики. Да. Особенно, Аркадий. Особенно мой Аркадий. Ну, что-то особенное. Ну, какой подосинович. Морковочка какая. Первый раз вижу, что вы рыженькая и такая славненькая. И главное, веснушек нету. Мало. В кого такая в отца? И вовсе не в отца. У него желтый оттенок, а у меня красный. Я сама в себя. Ну, детонька, сама. Садись, Маша. Садись. Сама в себя не бывает. Обязательно человек на кого-то похож. Значит, обязательно в роду у вас были красные. Садись, Маша. Этот красный цвет до седьмого колена передается. Да не было у нас в роду красной. Не было. Да просто... Ой, какая прелесть. Вот, спать, что он там барабанит. Ах ты. Пьяно! Там же написано пьяно. Играй пьяно. Запрети ей крутить задом, когда на нее взрослые смотрят. Я Аркадию запрещаю. Какая-то несерьезная вертушка. А что это несерьезная? А потому. От нее талия развивается. И вообще красиво. Зачем ребенку в таком возрасте талию развивать? Ну, скажи мне, потом. Красиво. Красота, она хороша. С хлебом. Хлеб с маслом. А масло с сыром. Сыр должен быть. Швейцарский. Садись. Она у тебя еще не влюбляется? Ну, что? Ну, вот. Разорвет талию и влюбится. Пьяно! У него же там все написано. Понимаешь? Пьяно! Ну, написано пьяно! Так ты играй пьяно! Черт. Что там? Маш, да садись ты. Ну, садись. Садись. Вон, сколько вкусненького. Все, что ты любишь, садись. Кого она такая? Она мне кого-то напоминает. Он твои пироги любимый ест. Отбери ты ее у них. Отбери, тебе же жить не для чего. А я тебе помогу ее воспитывать. Так, чтобы без всякой пошлости отбери ее у них. Ты посмотри. Ты посмотри, как барабанит. Акценты. Там же есть акценты. А о чем он думает? Он думает, когда ты, наконец, кричать перестанешь. Брось, бабушки не кричат. Бабушки воспитывают. Легато. Ее батьки тележного скрипа боялся. А ей самой слон на ухо наступил. О постороннем мечтать? Ей в молодости на демонстрациях петь запрещали. А теперь вон какие слова употребляет. Акценты, нюансы, легаты. Ой, господи. Я в молодости вас больше всегда забивала. Поэтому, наверное, запрещали и зависти. Рядом со мной вашего чирика не слышно не было. О дороге чивес. О дороге чивес. Он кричит, волнуется чудом. А скажите, ничем, а скажите, ничем, и зачем, и зачем приехали сюда. Ну, пальцы, мякты, нюансы. Когда ее дочка в ожидании ходила, так Маша всю квартиру портретами завесила. С одной стороны, Лев Толстой, с другой, там, Пушкин, с третьей, Чайковский, с четвертой, Бетховен. Ну, мол, дочка наглядится на гения, да гения тоже и родит. Ага, да, раздевай рот. Слышь, Маша, тогда все гениев только рожали. Компрометируйте меня, компрометируйте. Они и так уж никого не уважают. Ой, упарилась. А помнишь, у нас в деревне Рыжая Марфа была? Не помню, Марфа. Ешь, пироги, пей. Марфа? Пеш, моя радость. Ой, как я люблю шампанское. Ириня Горя, ты, детка, на нас не смотри. Мы бабушки, мы поэтому можем и выпить, и закусить. Правильно я говорю? Конечно. За здравую нюансу мы выпьем до дына. Парам-параля-рам-параля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Слушай, ответь мне, Клах. Как ты не помнишь эту Рыжую Марфу? Её ещё ведьмой все звали по этому, как его, по предрассудку. Не помню я Рыжую Марфу. Ну, как? Ешь, ешь. Как ты ее не помнишь? Слушай, скажи ей, чтобы она прекратила, у меня прям в глазах не втешит. Требит в глазах. Ну, Рыжая Марфа вспомнила? Такая же упрямая поперечка. Ну, не помню я, и все тут. Ну, посмотрите вы. Да не хочет она ей, что-то к ней пристало, они теперь все закормленные, особенно мой этот, Аркашка. Ну, Рыжая Марфа, господи, я не понимаю, склероз у тебя, что ли? Ходит на высоких каблуках, сама ничего не помнит. За рекой жила, Рыжая Марфа. Ну, не помню я, Рыжая Марфа. И при чем здесь каблук? Чем выше у женщины каблук, тем выше у женщины состояние. Да ладно, своим настроением всегда в молодости себе красавицу воображала. За рекой жила. Рыжая Марфа, я все время соображаю, на кого она похожа. Вот такой же зловредный цвет, что ты смеешься. Такой же зловредный цвет. Ой, подавлюсь. Думаю, на кого ребенок похож, на эту Марфу. Ну, как это ребенку угораздило в таком цвете родиться? Ну, бедная. Конечно, Марфа несчастная. От мороза умерла. Конечно, окоченела. У нее изба сгорела до последнего уголька. Что ты смеешься? Ее на порог никто не впустил. За скотину боялись. Она своими глазами на скотину хворь, говорят, наводила. Такой темный народ был, понимаешь. Не пустили. Умерла, замерзла. К утру прямо. Утром нашли на паперте. Лежит себе, снегом занесло. Понимаешь, рыжие волосы это. На снегу горят. Чем там умолк? Отдыхает. Лиховицкую надо играть. Возьми лиховицкую на шкафу. Не обращай внимания. Маша старуха добрая. Чуткости у нее не хватает. А доброта есть. Она последним поделится. Неужели добротой можно оправдать глупость? Ольга, помолчи. Оля, вот тебе судить Машу. Ты кушай. Вкусненькое. Вот виноградик. А вот компотик. Я ее не сужу. Я ее боюсь. Что ты скажешь, как козел по грядкам? Медленно играй. Нашел лиховицкую? Ну, отыграй. Только медленно. Как это? Как это ты так не помнишь, рыжую Марфу? А? Я этот цвет в гробу помнить буду. Я твоему Аркадию за этот самый цвет уши нарвала. Молчи. Вот теперь он фальшивит из-за тебя. У тебя своих нет, ты легко живешь. Ага. Я всех своих похоронил. Совсем легко. Это мне, что ли? Да, вам. Ага. Спасибо. Что это такое? Это гостинцы от папы с мамой. Ага. Это что? Красная икра, что ли? Угу. Ну, нет. Это мне нельзя. Холестерин сразу. А черная икра? Ну, это мне тоже нельзя. Печень сразу. А. А. А это что такое? А вот это? Копченый олень язык. Фу, гадость какая, надо же. Скоро собачьи уши начнут мариновать. А это? Припеперон. Пеперон. Это где достали такое, а? Папа, на валюту купил. Нет, мне это тоже нельзя. Это нельзя, это сосуды сразу. Давление. Нет, я лучше пирожка съем. Ой, Клаша, ты ведь с молоду. Ты с молоду была мастерица пироги печь. А почему ты Марфу не помнишь? Рыжую, я не понимаю. Это же... Ну, вспомни. Я еще из... Избу спалила эта... Агафена, солдатка, от ревности спалила. Ну, вспомни. Еще этой Марфой вон детей у нас в деревне пугали. Да не было у меня рыжих родственников. Как это не было, когда были? Ой, смотри, Клаша, это грех. Грех родственников своих забывать. Что он там играет? Что он там играет? Не это! На другой странице посмотри. Вот это. Ум-па-па, ум-па-па, ум-па-па. Как же ты ее не помнишь, а? Рыжую Марфу. И вообще, Маша, ты нечуткая. Нельзя при рыжем о рыжем разговаривать. Это не деликатно. Вот ты свою Аркашку на рояле учишь, а у самой чуткости нет. Ну, ты посмотри. Даже в трамвае. Если один рыжий сидит, а другой вошел, он никогда с ним рядом не сядет. Это их дело. Я их совершенно не осуждаю. Господь с ними. Пожалуйста. А Оля у нас свой человек. Она на меня не обидится, морковочка моя. Я почему хочу, чтобы твоя бабушка про рыжую Марфу вспомнила? Я хочу, чтобы она свою биографию вспомнила. И что какая? От своих открещиваться. Тебя что, в капусте, что ли, нашли? Ты своих родственников должна помнить. Я вот от своих никогда не откажусь. Пусть он хоть вор будет. Я его заклемлю. Да. Я ему в морду плюну. Но отказаться никогда не откажусь. Не было у меня рыжих родственников. Были. Я прощаю внимание. Я сколько их знаю, они всегда спорят. Еще одно слово про рыжую Марфу. И я уеду обратно на север. Ну, что ты, милая. Шурик, страдай. Любой. Непутевый. Он везде непутевый. На него даже продавщица не смотрит. А я говорю. Рыжая Марфа, твоя родственница. Она Кривому Матвею дочь. А Кривой Матвей твой дед. Двоюродные братя. Не было у меня рыжих родственников. А Матвей был каштановый. Матвей. Каштановый. Красный был. А я говорю, каштановый. Красный. А я говорю, каштановый. Не было у меня рыжих родственников. И не будет. А я? Что ты, ешь пирог. Я разве тебе не родственница? Куда ты? Ты посмотри,вылитая вот эта рыжий марфа. Еще у тебя был этот...деверь рыжий. Варфоломей! Не было у меня деверя. Варфоломей был рыжий. Не было у меня деверя. Не было у меня деверя. Что с тобой, Даша? Ты что спятила? Стой! Да стой же! Прячься! Сейчас бабки примчатся! Я их отвлеку! Мы ждем перемен! Мы ждем перемен! Рыжий был парфоломей! Я тебе говорю, рыжий был! Он малый рыжий! Он еще и хромой был! А я ее видел! А я ее видел! Она на улицу убежала! Убери! Она сказала, что бойчик к вам не вернется! Потому что... Потому что утопится! Что? Что? И ты не схватил ее за руку? Не остановил ее? А я не успел! А потом для чего? Одной рыжий меньше будет! И свихнулся, мальчик! Так ты... Так ты... Уши... Оторвать ему мало! Клаша! Уши... А... Клаша! Сейчас я приду! Рвите мне уши! Отрывайте! Оленька! Оля! Не переживайте! Теперь ни за что не упадите! Ну, не надо так плакать! Мы ждем перемен! Клаша, ну не рыдай! Ну, не такая надурочка, чтобы с жизнью попрощаться! Куда вы пошли? Вы жобе плавать не умеете! Послушайте меня! В милицию пока идите! В милицию! Пусть ищут! Ну-ка, иди сюда! Иди сюда! Я... Я эту музыку с пеленок ненавижу! Скмите мне уши! Отрывайте! Я слух потеряю! Не пойду учиться на сыщика! Все это твоя Марфа Рыжая! Я тебе за вазелин покажу! Рыжая! Что же я ее розовой назову, когда она рыжая? Все он несчастье! Из-за этой Марфы! Ночь у меня корова приснилась без рогов! Морковочка моя! Вылазь! Где? Вылазь! А? Зачем ты так? У тебя сердца нет! Целый час про какую-то Марфу бубнить можно? Меня каждый день за уши дергать можно? Ну так они ведь бабушки! Старенькие! Их уважать нужно! Бабушки бич-педагогики! Это наш директор сказал! На собрании! Наш директор сам старик! Он точно знает! Придумал! Давай мы тебя перекрасим! Зачем? Ну тогда тебя Рыжая никто дразнить не будет! Пусть лучше дразнят! Я останусь как есть! А зачем это ты обо мне заботишься? Ты ведь ненавидишь рыжих! Ну я кое в чем переменил свои взгляды! Правда! Давай мы тебя перекрасим! Ты в душе будешь знать, что ты Рыжая! А другие не будут! Зачем? Пусть знают! А мне эту Марфу жалко! Она, наверное, красивая была! И несчастная! Ты тоже красивая! Не хочешь перекрашиваться? Ну и не надо! Пусть тебя обзывают! Рыжий бес куда полез! Пусть кричат! Рыжая ведьма! Рыжая ведьма! Замолчи! Ты что? Ты что наскакиваешь? Я же просто говорю, как тебя дразнить будут! Если ты не перекрасишься! Раз ты рыжего спросил, я ты бороду просил! Я тебе сейчас покажу за рыжую! Ты пусти! Ты пусти! 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 Эй! Ты куда? Лезь сюда! Не бойся! Лезь! Чего покажу! Лезь! Лезь! Ой! Осторожно! Голову береги! Осторожно! Да будет свет! Прошу! А здесь что? Тут у меня офис и тайник! Садись! Садись! Только чур никому! Здесь у меня детективы и другие ценные книжечки! Честь, Семенон, Конудоль! Слыхала про такого? Лига Рыжеголовых! Инесса Рыжий Дьявол! В Когтях Барбароссы! Это не про короля Фридриха Барбароссу! А про рыжего пирата! Хотя и Фридрих тоже был не паинька! А вот! Рыжая Фурия Сохо! Дома мне эти книжки читать не разрешают! Дома я читаю по специальной программе! Кстати, у классиков тоже рыжих навалом! И все злодеи! Разорвите книги! Скажешь, книга друг человека! Собака друг человека! Книга тоже! Всему хорошему в нас! Мы обязаны книгам! Видал, какие растрепанные! Их уже, наверное, миллион людей прочитало! А я их берегу, подклеиваю! Кстати! В трех мушкетерах не леди тоже! Что тоже? Рыжая! Я иногда читаю и задумываюсь, что мешает людям спокойно жить! Все говорят, подлецы мешают! Какой-нибудь подлец всем кровь портит! Его все ищут и ищут, не могут найти! Он как блоха в темноте! Но вот я и задумался, как бы сразу его определить! Уже при рождении, как лошадь или котенка! Родился подлец, сразу на него анкету спецучета! И глаз в него не сводить! Значит, ты думаешь? Значит, ты вот как думаешь! А как же мне иначе думать? Если в книжках как подлец, так обязательно рыжий! А всему хорошему в нас! Мы обязаны книгам! Я даже раз предложение написал! Если все рыжие подлецы, то почему милиция их всех не переловит? И не упрячет куда подальше! Я это сочинение дяде Шуре отдал! Он всех знает! Даже главного комиссара милиции! И что? Дядя Шуре как в цепи сорвался! Снял с себя ремень, а с меня шорты! Я два дня не мог сидеть! Еще от бабки попало! Что за рояль вертелся? Короче, я решил действовать самостоятельно! Ты была первая! Но это же хамство! Что хамство? Так думать! Эти книжки хамские! Но это же госэздад, а не частная лавочка! Слушай, а почему ты уехала с севера? Тебя-то, наверное, меньше дразнили! Одинаково! Просто там людей меньше! А уехала, потому что папу и маму перевели в океан! А мне учиться! Может мне за бабушкой сбегать? Сказать, что я тут! Руку давай! Руку давай! Руку давай! Черт, ты красотой! Ой, красота! Ой! 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 Ой, дьявольный дом! Дыхай! Дай валюту! Ой! Ой! Велик ваш грех перед Господом нашим! Мерзкие отродии дьявола бродят по нашей планете! Оскверняя образ Божий! Я имею в виду рыжих! Разве этот богомерзкий цвет волос был у наших прародителей? Нет! И тысячу раз нет! Рыжий цвет пошел от дьяволицей лилит! А почему опавшие листья не называют падалью? Ну так они красивые! Но ведь они рыжие! Так осенью все листья рыжие! Понимаешь? Все! Если бы все люди были рыжими, никто бы на тебя даже внимания не обратил! Стань как все! И живи себе преспокойно! Слушай! Давай мы тебя перекрасим! Чтобы перекраситься, в парикмахерскую тебе нужно! В парикмахерской без родителей не перекрасят! Тебе сколько лет? Одиннадцать! Прогонят! А как же тогда? Слушай! У нас в квартире одна тетка живет! Зоя Борисовна, знаешь? Да нет! Откуда? Так у нее всякий красок навалом! Я вам не выпрошу какую-нибудь! Для тебя! Тебе какой цвет? Может быть черный, как у тебя! Понял! Ты же цвет пошел, а дьяволица Лилита! За что? Ух! Парикмахерская без родителей! Ух! 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 Во! Ух! 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 Подкраска для волос, дает черный глубокий цвет с блеском, нетоксична, укрепляет корни, придает волосам пышность, одновременно является средством от облысения. Подкраска легко смывается. На, читай. Нашей фирмой выпускается супер-гамма-ланель всех существующих в природе оттенков. Тем самым фирма пытается разрешить большую гуманистическую проблему. Цвет и права человека. Да, ты способы употребления читай. Подкраска наносится на влажно-чисто промытые волосы, нанизанным на расческу кусочком ваты. Волосы красят по частям до полного их почернения. Все, айда в котельную. Там есть вода нагретая, там есть фитерские, чтобы не замарать. Но подкраска легко смывается. Ничего, если хочешь, я с Зоей Борисовной поговорю, она тебя навсегда перекрасит. Навсегда? Тогда мне всю жизнь придется врать. Да брось ты, чего ты задумываешься? Я хочу извиниться. Может, здесь присутствуют химики, парфюмеры, парикмахеры. Может, они скажут, что нет пока такой замечательной подкраски для волос. Не придумано. Я напомню, что действие этой истории началось неизвестно когда и, наверное, не скоро закончится. Давайте представим себе, что действие моего рассказа происходит в том будущем году, когда легкосмывающая подкраска супергаммаланель уже изобретена и продается во всех коммерческих киосках. Что у нас вообще в жизни все прекрасно. Но ведь рыжие-то все равно будут. Пусть ее милиция ищет. Весь город на ноги против. Может, ее по цвету как-нибудь найдут. А что это такое, а? Это Геракл, петьма. Да? Кто? Геракл. Ой, осторожно. Геракл. Аркашка, где мой? Аркадий, ну он не воробей. Вылетел, не поймаешь. Воробей не воробей, а он будет еще пошустрее, чем воробей. Да брось ты эту балалайку! Теперь эту балалайку ни один культурный человек в руки не возьмет. Видала б тебя, мать, с этой балалайкой, она б тебе глаза выплакала. Ты из-за этой балалайки холостой остался. Ни одна приличная женщина на тебя не взглянет. Ну-ка, говори. Закона, карменшина! Тетя Маша, не отвлекайтесь. Да где ты был? Да где ты был? Там. Где там? Ну там, в котельной. Это кто? Ну девчонка из нашего класса. Пришла, чтоб я ей уроки объяснил. Какие могут быть уроки в котельной с девчонкой? Обыкновенные, из двух труб вытекает вода, переливается, выливается, разливается. Все, хватит к роялю. Затыкается, протекается. Асясяй? Я тебе припомню, Асясяй. Фу, еле смылся. Тайным ходом, не робей, дело обыкновенное. Я не робей, я решила, я уеду. Принеси мне, пожалуйста, мой портфель. Там у меня деньги и документы. Попытаюсь добраться до Архангельска. А дальше мне папины знакомые летчики довезут. Аркадий, ну-ка к роялю. Может, и мне с тобой убежать. Что у меня за жизнь? Отец по морям плавает, мать в командировках. Пусть бабка сама сидит со своим роялем. За рояль, кому сказано? Я из тебя сделаю культурного человека. Жди меня в уходчем магазине. Если он закрыт, или мало чего, жди на набережной. Поняла? Коператив примочи! Так а можно немножко потише? Деловые дарования. А жирная, как поросета. А такие, кто хочешь, клюнь. Хоть сюда, хоть в дом, покупайте. Я уже взял, не мельтешите перед глазами. Какие у вас глаза? Прекрасный магазинчик. Вообще у вас прекрасный магазинчик. Просто чудо. По существу у вас все есть. Да, даже черви для наживки. Я о душе и сердце. Мэш! Не мельтешите, я сказал! Я ловлю на блесну. А вы на блесну червяка последите. Знаете, как люди! Я еще не выбрал блесну. Который день можно выбирать. А вы тоже это... А я уже выбрал. Так бы и взял всю эту красоту домой. Я имею в виду вместе с вами. Последите на гигантку. Пейте червей. Резвый, как черти. Не занимаюсь. Рыбная ловля – занятие для глухонемых. Чего-чего? Что вы сказали? Я сказал, что рыбная ловля – занятие для глухонемых. Да вы имеете представление-то! Болотный червь! Лесной гангстер! Друзья! Новинка! Вот! Посмотрите, какая прелесть! Беру! 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 Вампир! Кровопускатель! Беру! Извините, замечательно. Просто замечательная вещь. Вы знаете, если бы рыба клевала на яблоки, рыбаки бы всю землю яблонями засадили. Но ведь не засаживают. А бедные пташки плачут. Плачут бедные птенчики. А кто их нею маму убил? Тихо! 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 Обратите внимание, блесна – удача для мутной и полупрозрачной воды. Беру! А вы не хотите взглянуть? А я смотрю. Мне нравится. Даже очень. Ну, а чего ж вы ждете? Не торопить события, ждать. Вот мой удел. И на это не клюнет. Я сейчас с тобой договорю. Вы… Ты знаешь… М… Медведь-то тупой! Вот ты кто! Медведь-то! Кто там на клаксон давит? Я сейчас ноги повыдергиваю! Милый друг! С вас сзади вы блесны. Виноват, извините. Пардон. Какие вечера у реки. Вот так? Какие ночи у костра. Соловей мой, соловей, а-а-а! !! Тихо… Так, я сейчас ноги-то повыдергиваю! Отойди от тачки! Я к кому сказал! Какая вот такая штука? Цветы! Учись, Тезимоша. Как много вас смысла. Даже самый свежий букет трагичен. Каждый его цветок уже прочитал молитву. Уже распрощался. Шура, вы выбрали, наконец, хоть что-нибудь? Да, кстати, о медведях. Вы рыбачка? Рыбачка, Соня, купите червей. Первый сорт червей, выше люкс, экстра. Кстати, о медведях. Я, можно сказать, с медведем спал в обнимку. Жуткое дело. Фантастика. Рыжая. Так, с кем вы говорите, спали в обнимку? Она. Рыжая. Рыжая. Рыжая! Почему вы? Почему вы приходите сюда? Почему вы мне подарили цветы? Жуткое дело! Почему вы молчите? Молчите, когда меня оскорбляют? Мы не вас, извините. Мы же знаем, что вы не рыжая. В прошлый раз вы были белой. А еще поздно тот розовый. Белый лучше. Я тогда Афелию играл. Да нет, розовый тоже было неплохо. Да? Это я была Джульеттой. А я... А я, Рыжий, работаю клоуном цирке. Правда? Мне вас, маэстро! Вы знаете, у нас молодежный экспериментальный театр. Да. Мы сейчас ищем новые формы. И вот сейчас, допустим, я играю отрицательный персонаж. А вообще принцип нашего театра обнажение. Гамлет, Кутуза в плавках. Вот, а Афелию... Нет, Джульетту. Джульетту я играла просто в розовом. В розовом цвете. Карл Марсе я сейчас играла без усов и бороды. Гениально! Гениально! А, вот, мои. Жуткое дело! А это мои. Зачем вы кричали, Рыжая? Здравствуйте. Кого вы здесь имели ввиду? Да вот ее. Она и есть Рыжая. Не надо. Зачем ты оскорбляешь человека? Ты же прекрасно видишь, что она черная. Прикинулась, черная. А на самом деле, Рыжая. Она действительно Рыжая. Эй! Балбес! Ну и то, что Рыжая. Зачем указывать человеку на его природные недостатки? Девочка. Девочка. Девочка, тебе чего? Мне ружье. Ружье? Ну да. Которое подешевле. Ты, девочка, не в тот магазин пришла. Ружья. Это, понимаешь, игрушки для взрослых. А взрослые игры, они ведь не бывают дешевыми. А мне не играть. Я кого-нибудь у кокошу. Что? У кокошу. Ты сначала ответь! Зачем ты перекрасилась, авантюристка? Рыжая, это нечего хочешь, дать можно. Убью. Убьешь, ответишь. Зачем ты перекрасилась? Запомни, с этим не шутят. Зато с этим шутят. Кому не лень. Но если горбатому тысячу раз говорить, что он горбатый, он точно когда-нибудь кого-нибудь у кокошит. И будет прав. Она же не горбатая. Она же красивая. Только рыжая. Страшное дело, если ружья вдруг попадут в руки рыжих. Ну что ты? Рыжий чудак, рыжая забава. Я выхожу в своем парике на арену, и люди сразу начинают смеяться. Сразу. Я еще не произнес ни одной глупости, а они уже улюлюкают. Я спотыкаюсь и падаю, а они просто задыхаются от смеха. — Да! Да. — Не знаю, о чем я делаю. И они надежды не палаются. — Мненьше. — Мне палачут. — Особенно им нравится, когда я плачу. — Конечно, это моя профессия. Я делаю благородное дело, оно мне нравится. Смех, это лекарство для нервной системы. Но иногда мне кажется, что они, если им разрешить, забросают меня огрызками и зонтиками. И все из-за моего рыжего парика. Но я же могу его снять. А вот. Жуткое дело. Лысый. Я и с молодым был лысым. Меня так и звали Лысый всю жизнь. Я даже фамилию свою позабыл. И имя Лысый. Лысый так Лысый. У других имя, отчество есть. Ай, Лысый. Трамвай контролер кричит. Ай, Лысый. Билеты платил. У других не спросит. Меня обязательно. Жуткое дело. Кино сижу. Сзади кричат, та и ты, Лысина. Спрячь отражатель за пазуху. Девчонки на танцах со мной танцевать не хотели. Со всех сторон хихиканье. Эй, ты, пляж, пропади. Бильярдный шар. Я даже застрелиться хотел. Потом подумал, подумал. И ух, тихо. Во, наделал тюбетейку. А, вот так всю жизнь. Тюбетейки. И живу. Что же мне делать? А ты побрейся. Лучше быть лысым, чем рыжим. Не надо, не надо бриться. Да, ты просто стань великой. И все. Да, великим им все можно. Они могут быть лысыми, бритыми, волосатыми, рыжими. Даже лопоухими. Видишь? А если я не смогу? Так и не надо. Можно проще. О, ты посмотри на меня. А? Как я одет. Экстравагантно. А кто мне дал такое право так одеваться? Охотничий билет. У меня охотничий билет. И одеваюсь я, как охотник. А сними с меня ружьишко, патрантаж, нож охотничий. Все. Всякие встречные поперечины до мной расхохочатся. А так молчат. Потому что у меня охотничий билет. Разрешенится. У меня жуткое дело. Все в соответствии с документом. Она тоже охотница. Она маржа пострелила. И нерпу на шапку. Вашего медведя не было? А там и медведя. Ахахаха! Это что, Димочка, молодой, с ума сошёл! Почему вы смеётесь? Почему вы смеётесь, не зная? Почему вы верите ему? Почему вы не верите мне? И почему вы всё время смеётесь? Ну, Рыжая, ну, комик! Ха-ха! Боба, имеешь! Что, посмеяться нельзя? Смех же витамин для нервной системы! Ха-ха-ха! Здравствуй, гениальный ребёнок! Надолго смеётся? Ты что, ещё хочешь? Да что? А дырел болван! Гениальным ребёнком обозвать нельзя! Я не за гениального ребёнка, я за Ольгу! Да я тебе в чертам! Да пусты! Брэд! Лёба на каус! Зачем Ольгин Борфей приволок? Она уехать хочет! Вот уедет она, если все здесь над ней издеваются! А тебя, Боба, я за руганки доставлю! Как правило! Я сейчас! Уехать! Ребёнок! Разве от тебя можно убежать? Шура? Шура! Ну ведь нет же таких колёс! Ольга! Ольга! Ещё один спятен! А вдруг... А вдруг она не врала? Ну, конечно, не врала! Ну, а если? Аркашка, где может быть твоя Ольга? С какой-то стати она моя! Она такая же моя, как и твоя! Да короче, где она? На набережной! Наверное! Пах! Они встретятся на набережной! Она их простит! Там замечательное место для встречи! Осень вечер! Я буду ждать! Восемь! Восемь! Придёшь? Да! Эй, ты! Оль! Слышишь? Да постойте! Не надо! Меня уже били! Полный комфорт! Тимоша теперь за тебя заступается! И Аркашка влюблён тебе по уши! Они побежали туда, а я сюда! Мне теперь с ним не по дороге! Тимоша осёл! Я в приносном смысле! Тимоша! Имя у него хорошее! Да Юрик он, Юрик! У него фамилия Тимошенко! Понимаешь? Ты на меня злишься? Боба, я тебя прощаю! Я всем всё прощаю! Я ни на кого не сержусь! Зачем? Злой бывает только глупость! Угадай! Я умный или глуп? Да уж, наверное, ты не дурак! Правильно! Тогда зачем ты всё время кривляешься? А для балды! Для прикола! То есть для смеха! Без смеха кто я такой? Обыкновенный серый человек! И тебе всё равно над чем смеяться? Конечно! Если смешно! Боба! Только не врать! Если ты увидишь, что человек тонет! Ты будешь смеяться? Или бросишься ему на помощь? Это зависит от желания утопающего! Если утопающий кричит! Спасите! Спасите! Я брошусь его спасать! А если он тонет в шляпе! Буду смеяться! А если он тонет и молчит! Зачем же мне ему мешать? А вдруг он от этого удовольствие получает? Ну так вот, Боба! Прощай! Я пришла сюда утопиться! Что-что? Утопиться! Нашла время! Нынче вода холодная! Не уговаривай! Я всё обдумала! Я не могу, чтобы меня каждый день изводили и надо мной смеялись! Я не великий человек! Мне нельзя быть рыжей! Я не актриса! Мне нельзя красить волосы! Я не клоун! Мне нельзя снять парик после работы! Но жить всю жизнь у битейки я не желаю! Не хочу! Я решила! Будет лучше для меня и для всех! Если я утоплюсь! А теперь уходи! Люди топятся в одиночестве! Можно я посмотрю? Нет! Я ещё никогда не видел, как люди топятся! Ты ведь не выдержишь! Спасать бросишь! Я рассказал, не брошусь! Я простуженный! Всё равно, иди! Прощай! Оля! Не топись, а! Ты хоть рыжая! Но хороший человек! Без тебя будет скучно! Я тебя тоже полюбил! Уходи! Тебе сказано! Передай всем привет! Всем-всем! Боба! Пора! Эй! Кто-нибудь! Помогите же! На помощь! Эй! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Эй! Кто-нибудь! Топится! Вперед! Кроссовки я, пожалуй, оставлю тут. Они ещё почти совсем новые. Кому-нибудь пригодятся. Прощайте деревья! Прощайте, чайки. Вы меня никогда не презирали. Хотя, если разобраться, вы и сами рыжие. Вас тоже многие дразнят. И ты, Пирс, прощай. Ну, теперь не точно пора. Ты почему тут прыгаешь? Тут тебе пляж, а? А может, мне жарко? Не может быть тебе жарко. Потому что сегодня не жарко. А мне, может, изнутри жарко. Рано тебе ещё изнутри жарко быть. Поняла? Что? Такой был случай, просылается. Дядя Шура, что они говорят? Они говорят, позор говорят. Такие красивые волосы испортила. Действительно. Почему я должна топиться из-за дураков? Почему я должна краситься из-за дураков? Если бы я утопилась, старуха Маша сказала бы, что я вся, как есть, вылита рыжая Марфа. Боба бы сказал, она рыжая. От неё всего ожидать можно. Дядя Шура, через день я приду в школу. Учитель поставит меня у доски перед всеми ребятами. Расскажет им, кто я, откуда. Я буду смотреть в глаз и видеть, как ребята перешёптываются. Буду читать по губам слово «рыжая». Потом кто-нибудь самый смелый встанет и громко скажет «рыжая». Весь класс засмеётся. Я и учитель покраснею. Зачем так, а? Почему? Напрасно ты беспокоишься, ничего этого не случится. Ты уже не рыжая, ты теперь чёрная. Я иду помню. Я иду, я иду, я иду, я иду, я иду, я иду. Они прям, милую, я иду, я иду! Супер-головомойка. Ну-ка, давай подыши. Подыши. Поднимайся. Что я родителям-то скажу? Оля! Оленька! Оля! Никто её теперь и в упор не узнает. Прекрасная пора. Отчей очарования. Люблю эту набережную. Море, корабли, мирожи дальних страст и поэзия. Какая прелесть. Смотрите, какие два замечательных серых шарика. Серых при серых. Между прочим, я не понимаю, зачем молодым людям уродовать свои лица бородами. Да. Зачем? Да, действительно. То ли дело вы элегантные, как доберман пинчер. А вы? Вы? А ты разоделся, как новогодняя ёлка. Ну, чё устоился? Павлин в сиропе. Хам. Я? Да. Хам. А ты иди, иди гуляй, иди. Дайте мне надышаться! Воздухом свободы! Свободы. Рыженькая. Ух ты, моя маленькая, моя красивенькая! А вы чего? Папаша, мы исправимся. Мы побреемся. Когда? Когда вы исправитесь? Ведь я ж не доживу. Вот вы дали бы мне сейчас землю и волю. Я бы... Я бы... Я бы арбузы стал выращивать. И картошки. О! Вот такого размера. А? Ешь не хочу. Вы землю хотели, я землю вам дал, А волю на небе найдём. Гениально. Блеск. Ой, вы посмотрите, чудо-то какое. Рыжий, лысый, бородатый. А я уж думала, хуже меня никого на свете нет. А тут тебе... Рыжий, лысый, бородатый. Это тоже я. Зоопарк вокруг улицы. Слушай мою команду! Ай-яй-яй-яй-яй. Обридь! И всех на голову! Я правильно говорю, рыженькая? А? Рыженькая, ну сядься. Ну сядь, сядь. Ты знаешь, что я тебе скажу? Вот для меня что главное? Дайте мне моё дело делать. Я когда дело делаю, я только дело вижу. Я не вижу ни рыжих, ни лысых, ни бородатых. А вот когда у меня дела нет, я могу всех обидеть. Потому что меня обидели. Поняла? Да. Да. Хорошая ты девочка. Сейчас. Сейчас. Да ты чего? Да ты меня не бойся. О! Видишь? Или больше не увидишь. Ах! На тебе, моя маленькая, угощайся. Спасибо. Ты такой сладкий ещё не ела. Ха-ха-ха. Ха-ха! Ах! Налетуй! Угощайтесь! Ха-ха-ха! Я теперь знаю, что я буду делать. Я теперь над теми смеяться буду. Надо мной смеются, и я буду. Нинет, вы только на меня посмотрите! Я на тебя уже насмотрелась. Вы только гляньте, я для вас в самый раз! Сгинь! Я сниматься хочу! Все хотят. А я больше всех хочу! Слушай, не морочь мне голову, а! Я три года перед зеркалом упражнялась. Пела! Я спою! Я умею петь басом. Тьфу! Ой, стоило только глотку драть. Строит из себя режиссёр, что сама ассистентка несчастная. Ну же, если я им не нравлюсь, тогда понятно, почему наши фильмы за границей не покупают. Ничего тебе не понятно, бездарь ты, бутылка спочернил. Ну, что уставилась? Ну, кто так поёт? Так петь и плясать все могут, только стесняются. Ещё перед зеркалом три года упражнялась, пела, плясала. Не могла это время на дело потратить. Чёрная ты ночь, копоть, сажа, о! На повал! Ну, берегитесь, я буду смеяться над всеми. Кто следующий? Ох, это опять ты? Ага. Скажи, могу я иметь личную жизнь? А-а! Ну, чё ты смеёшься? Перестань смеяться. Дядь Шура. Что? У вас глупый вид. Ну, до чего же у вас глупый вид? У меня? Это тебя не касается, какой у меня вид. Вид, как вид, как у всех людей. Ну, как же, как же. Вы, наверное, влюбились. Вот комедия, потеха. Дядь Шура. Вы элегантны сегодня, как доберман Пинчер. Иди-ка ты домой, кокер-спаниель. Ка. Ну, что, и посмеяться нельзя. Смех же, витамин для нервной системы. Нет, пожалуйста, смейся, смейся, пожалуйста. Я теперь решила так жить. Я теперь над всеми буду смеяться. Я теперь всем покажу. Да? Ну, давай. Давай, нос. Показывай. Сейчас. Как хорошо, что я тебя разыскал. Это даже отлично. Даже прекрасно, дорогой Тимоша Юрик. Что? Да ты на нас не сердись. А что с тобой? Ничего. А что это у тебя с носом? Ничего. А что, выпачкался? Он же у тебя как огурец. Ты, когда чай пьешь, лимон носом давишь, да? А уши, как у слона. Ты, когда спишь ушами, глаза закрываешь. Ну, ну ты даешь. Я, пожалуй, пойду. Иди, иди, ушастый крот, носастый головастик. Боевая киса мяу. Шестью шесть. Что с ней? Неужели? Она ведь такая вполне здоровая. А может быть, ты пить хочешь? Я тебе сейчас фанты принесу. Ты только не волнуйся. Вот глупый. Он что, не понимает, что я над ним смеюсь? Бывают же такие, что не понимают. Смейся, смейся, показывай. Но друзьями, кстати, смеяться проще всего. На крайний случай, их можно обвинить в отсутствии чувства юмора. Да какие они мне друзья? Я с ними только сегодня познакомилась. Все они только и знают, как бы побольнее поддеть, козлы. Эй, господин Дальтоник. Здравствуйте. Вы меня узнали? Вы еще не поправились. Здравствуй, дитя. Во-первых, я никогда не болею. А во-вторых, я тебя сразу узнал. Мне это дается очень легко. И хотя у меня нет своих детей, а все дети мира. Мои дети. Цветы жизни. Разрешите насладиться. Разрешите насладиться. Благодарю вас. Прекрасный эфиронос. Дар природы и море. Что может быть прекраснее моря. В нем есть некоторая глубина. И еще ширина. И еще ширина. И ширина. И высота. И высота. И длина. Между прочим, ты можешь замарать ногами прохожих. Вы уже не дети, чтобы сидеть на парапете. О, вы уже не дети, чтобы сидеть на парапете, а? А где можно сидеть? На тротуаре, на полу или на земле? Я терпелив. А сидеть надо дома. И читать классиков. Величайших умов. Люди! Дайте мне землю и волю. И всех наголо. А вы не кричите. Тихо! Ты чего? Здесь природой люди любуются. Красотой нашего города-курорта. А вы кричите. Ну-ка, наклонись. Наклонись, наклонись, милый. Наклонись. Вот здесь у меня два утюга. Поблад купил. Как врежу по кумполу, так и расколешься, как арбуз. Понял? Что? Ну, извините. Дикобраз. Ихтиозавр. Да. А ты? А ты? Ферблюд. Нестриженный. Павлин. Нет. Кактус. Мокрый. Понял? А вы? Вы? Стволы. Ты чего толкаешься? Ты чего? Ты чего? Вы говорящие манчонки. Да. Действий никаких не было. Ну, ну. Матюшины тоже, не дай бог, не было. Ну, ну, закон-то не нарушил. Эх, люди, люди. Ну, дайте мне сто лет прожить. М? Ну, дайте мне землю и волю. Я же выращу плоды разума и души, а не повод для битвы за урожай. Ви-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Я понял. Ну, белый. Заводаю, заводаю. Хороший ты человек, рыжая. Извините его, но ведь закон действительно не был нарушен. Я не смею вас задерживать. Я понимаю, вы на службе. Понял. Ты хотела смеяться? Нет. Давай, смейся. Смейся, смейся. Я не знаю, что ты делаешь. Ты хотела смеяться? Давай, смейся. Смейся, смейся. Да. На, вот попей. У тебя что, никакого самолюбия нет? И ты не обиделся? Серый ты как туман. Чего ж на тебя обижаться? Смешно на тебя обижаться. Мне тебе очень жаль. Это почему тебе меня жаль? Ну что я не человек? У меня что, сердца нет? А ты не волнуйся, не волнуйся. Хочешь, я тебе мороженое принесу? Дядя Шура, чего он ко мне с нежностями лезет? Он что, с ума сошел? Да ты не волнуйся, не волнуйся. Дядя Шура, может он принимает меня за сумасшедшую? Асфальтовая голова. Смейся, смейся. Дядя Шура, вы скоро вызывали. В зоопарк в одном лице. Ну надо же. С чего это ты взял, что я больная? А чего ты кричишь, как сумасшедшая, что у меня уши глаза закрывают? Значит над тобой смеяться нельзя. А чего надо мной смеяться? Уши у меня как уши. Нос как нос, голова как голова, как у всех людей. А у меня волосы как волосы, как у всех людей волосы. Видели, дядя Шура, лучше быть сумасшедшей, чем рыжий. Сумасшедшее почтение, ласковое обхождение. И Фанта, Юрик, я сумасшедшая. Живо за Пепси. Прелесть. Находка. Сгинь. Ты думаешь, это легко найти находку? Напрасно ты так думаешь? А глаза? Какие глаза? Крупным планом. Все будут в восторге. Ты нам подходишь. Роль прямо для тебя написана. Мы будем тебя пробовать. Я с киностудии. Ты рада? Я ужасно рада. Я вся в восторге. Вот так устала. Пять тысяч мальчиков, пять тысяч девочек. Ну, про что ваше кино? Про что? Наша героиня в своем тщеславии пытается встать над коллективом. Ничего не прощая. Взыскательная и надменная. Идет наша героиня к своему краху. Ее ненавидит вся школа. Ничего не могут поделать. Все хлопочут вокруг нее одной. А что поделаешь? Спортсменка, лидер, учится блестяще. Всегда права. Поэтому крах ее будет. Моральный. Ну, вы даете. Вас бы ее сразу темную устроили. Девочки. Ну, а что, если стерва? Ничего не понимает. Серый, как туман. Эту фразу мы впишем в сценарий. Ну, вот, Тим. Я теперь актриса. Я на всех чихаю. Я умею пить басом. Хотите, я спою. Нет, нет. Я умею сводить бородавки. Хотите, научу. Но... Но у меня нет бородавок. Как мне вас жаль. Ничего-то у вас нет. Даже бородавок. Да. Находка. Прямо в десятку. Фильм стоит так и назвать. Стерва. Все поют басом. Овальные бедствия. Я не хочу сниматься. Оставьте меня. Ай, не морочь мне голову. Ты нам подходишь. Я за тобой уже целый час наблюдаю. Вы считаете этот срок достаточным? А вы кто такой, чтобы интересоваться? Ха. Ой, умоляю. Я видела много фильмов о милиционерах. В основном плохих. Вы и в самом деле думаете, что я стерва? Я не такая. Не такая научим. Чтоб я еще пошла работать на детскую картину. Ну, а кто заставляет? А ты помолчи, боевая крыса Мяу. Зоопарк в одном лице. Вот, возьми. Здесь все написано. Покажешь на проходной. Я уверена, мы полюбим друг друга. А-а-а! Файна, файна! Файна, файна! Гнать, оставь. А я, может быть, славой хочу. Хватит, прославилась. Не хватит! Не кричи! Я взываю к твоему разуму, карачакуму, понимаешь? Я об этом думала. Это самое легкое, когда нельзя вызвать к рассудку того, кто виноват. Взывать к рассудку того, кто прав. Почему? Когда один обидел другого, обиженному говорят, прости его, ты должен быть умнее. Почему умного всегда просят, уступи, уступи? Почему дуракам и хамам такая привилегия? Да, почему? Не знаете, а говорите. Эй, вот вы где, всю набережную причесались. Запарились, прячься, сейчас сюда бабки примчатся. Три квартала у нас на пятом раз висели. Какой ужас, ай-яй-яй. Но я их сбросил со следа, прячься все равно, у моей нюх, как у полицейской собаки К-9. Это точно. Дядя Шура, спрячьте меня. Ай. Три-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ай, тебя валидолчика нет? Дай валидол. Ой. Куда ты ее спрятал? Ну-ка, отвечай. Отвечай. Я говорила, вся в рыжую Марфу пошла. Ах ты. Она обиделась. Она убежала. У нее бабушка под уколом лежит. Куда вы ее спрятали? Я же говорю, топиться пошла. Она действительно утопилась. Встала на пирсе, руки вот так. И говорит, я всех прощаю, всех. А потом говорит, прощай природа, прощай небо. Только вы меня не отталкиваете. И блутых. И ты не бросился спасать такую девчонку. Я же сказал, я не мог. Я простуженный. Ну, а ты что, не прыгнул? А я, это... А на меня столбняк напал. Ага. Эх вы, такую девчонку. Юноша. За такую девчонку не то, что в воду, в огонь прыгнуть можно. Они ведь простужены. Подумаешь, столбняк на него нашел. Да на вашем месте влюбилась в такую девчонку. А ну, должи дудку. Давай. Сейчас я вам покажу, лоботрясы, как обманывать старых больных в старух. А ну, Шурка. Признавайся, куда ее дел. Бабушка лежит в ожидании инфаркта. Мы бегаем по городу с больными ногами. Это честно? Не честно. Говори, куда ее дел. Никуда, домой поехала. Ну, врешь ведь. Да не вру я. Села в такси и уехала. Все видели. Мазурики. Маша, пойдем. 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 Аркаша, к роялю. Давай, обопрись. Ой, опять плохо. Ой, к роялю. А я и не знала, что я такая хорошая. Это все нюансы. Виноват, товарищ начальник, виноват. Ну, нарушил, нарушил. Ну, осознаю, нарушил. А по-моему, вы ехали как положено. Как положено. Ладно, наша милиция всегда права. Правда, ребята? Ну, не везет мне всю жизнь. Всю жизнь не везет. Фиаско. Да. Пардон. А я вас, между прочим, и в фуражечке узнал. И скажу вам, как на исповеди. Фиаско. Я же ей предложение сделал. И что, она согласилась? Наотрез отказала. Слушай, отвези эту девочку домой. Вот это вот. С удовольствием. Рыжик, морковочка. Ну-ка, молодежь, быстро в машину. Я вас приветствую. Садись, Димаша, садись. Мы не гордые. Дядя Шур, оштрафуйте его за рыженьку. Ну, хоть на 10 копеек. Ну, хоть на копеечку. Что я могу поделать, если нет такого закона штрафовать за слово «рыжий»? Ну, нет. Ромео, я бегу. Спешу. Лечу на крыльях. Сеньоры, побыстрее, быстрее. Ромео, я вас прошу. Ромео ждет меня. Ромео ждет меня. Ромео, я спешу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Камешки морские, синяя вода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok